Староскол вместе со всей страной отметил 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия отменили. Никаких шествий, парадов, пышных торжеств и традиционных митингов не было. Цветы к памятным местам утром 9 мая возложил глава округа Александр Сергеенко и представители администрации. Утро 9 мая. Площадь Победы непривычно пустая, впервые за всю историю праздника. Обычно в этот день, когда страна вспоминает о страшной войне и празднует Великую Победу, памятные места Оскола утопают в цветах. Сегодня все иначе. У Стеллы город воинской славы лишь официальные лица. Сегодня у нас такой особенный день Победы. Никогда такого не было. Вроде пандемия, мы боремся с вирусом. Ну да, но мы живем, войны нет, небо у нас чистое, поборем. И мы очень широко и отпразднуем именно 75-летие Победы. Как говорил президент, и будет бессмертный полк, и будут салюты, и будут гуляния, и будет все. Потому что нельзя, нельзя забывать даже в таких условиях. Наверное, самый дорогой и любимый праздник для всех, он объединяет все поколения. Я всегда стараюсь себе представить, как бы я себя повел в те далекие времена, во время боевых действий, Великой Отечественной войны. Очень сложно представить. Все-таки мы должны понимать, молодые люди, 18-летние дети и взрослые, собственно говоря. И это был героизм с их стороны, даже продержаться в окопе два часа и выжить. Возложить цветы в память о погибших советских солдатах пришел и 90-летний ветеран Великой Отечественной Михаил Котляр. Когда началась война, ему было всего 12. Жили они тогда в Киевской области. Война началась. Было ясное утро, воскресенье. Я на речке был, с удочкой. Лешча поймал, килограмм два, и окуня. А село, тишина, это воскресенье было. Курился где-то дымок, кто-то так, где-то собаки лаяли. И вдруг, вдруг зашумело. Что-то люди вышли на улицы, в гомон такой и так далее, и так далее. И я пацан был, и у меня уже по телу пошел мороз. Я подумал, что где-то пожар. С первых дней войны Михаил с друзьями мечтал создать партизанский отряд. Мальчишки научились стрелять. У меня вот была кавалерийская винтовка, она покороче была. И пистолет ТТ. Ребята попали в отряд легендарного партизанского генерала Сидора Ковпака. Снабжали красноармейцев провизией, оружием и взрывчаткой. А они взрывали партизаны, они жить не давали немцам. Взрывали мосты, взрывали поезда. Ковпака я видел, он меня еще за голову говорит, партизан, как дела? После того, как родное село освободили от немцев, партизаны ушли, а пацанов отправили по домам. Наши войска нас освободили и пошли дальше. А Ковпак сказал, пацанов дальше не брать. Им спасибо, мы вас не забудем. Вот я даю слово. А сейчас машину немецкую отправили нас домой. Вы, говорит мальчики, в школу вам надо ходить. Война шла уже далеко, а мы восстанавливали колхозы, развалились. Все, а надо было пахать, надо было хлеб. Кормить-то надо наши войска. Вот этим мы и занимались. Два дня, суббота и воскресенье мы учились, а остальные дни, пять дней, мы работали. В фронтовых, военных, у меня полтора года. Они записали там трудовую книжку. После школы Михаил Котляр поступил в лётное училище. В суровых условиях севера 32 года отдал гражданской авиации. Летал за штурвалом пассажирских и грузовых самолётов. Сейчас на пенсии. Всю жизнь мечтал лишь об одном – о мирном и чистом небе над головой, чтобы война больше никогда не повторилась. Ольга Шалыгина, Алексей Грачёв, Александр Балакин, 9 канал.